ПРЫГАЙТЕ ПЕРВЫМ Итак, начинаю. Обратите внимание на ведение верховых единоборств, так как не все играют в футбол, который демонстрирует Барселона, где вы обнаружите минимум верховых слепых навесов. В большинстве своем приходится всем сталкиваться с воздушными единоборствами. Обратите внимание на таких футболистов, как Пуйоль и Серхио Рамос в обороне, в атаке на Радамеля, Фалькао и Клозе. Это те люди, которые входят в топ-10 по игре головой, они постоянно выпрыгивают первыми и стараются зависнуть в воздухе, то есть перевисеть своего оппонента. Да и тот, кто опаздывает с прыжком, заведомо психологически проигрывает сопернику, который уже находится в воздухе. Очень часто игроки, опоздавшие с прыжком, подлезают под игрока и нарушают этим правила. Именно поэтому некоторые футболисты побаиваются борьбы наверху и стараются играть в таких единоборствах вторым номером. Другими словами, они имитируют борьбу. На самом деле, боятся. Вот здесь очень кстати вспомнить о футбольной акробатике. Игрок, который усвоил все премудрости правильных падений, кто умеет группироваться при падениях, не боится, как правило, верховых единоборств. Действуйте первыми. Смело выпрыгивайте и на 80% будете побеждать в воздухе, независимо от вашего роста. Вывод. Тренируйте зависание в воздухе. Совет номер 32. Гните галики, пока не станут пластилиновыми. Умейте менять решение в последний момент. Галики – это на футбольном сленге голеностопные суставы. В играх очень часто случаются такие моменты, когда за долю секунды игрок должен принять решение, а посему у футболиста должен быть идеально развит голеностопный сустав. Если этого нет, то футболист, если он себя считает футболистом, обязан заняться развитием голеностопов незамедлительно. Уровень натренированности голеностопных суставов прямым образом сказывается на обводке, ударе, передаче и на многом другом. Тяните, укрепляйте оба голеностопа. Футболист – это прежде всего развитые голеностопы, так как он постоянно работает с мячом. Знаете, какие обманные движения являются самыми эффективными? Те, где при ложном движении корпусом вес последнего реально переносится на опорную ногу. Я подчеркиваю, реально переносится на опорную ногу. То есть на манипулирующую ногу, на тот ложный выпад, который вы делаете. И когда защитник клюет на это ложное движение, следует резкое рывковое перемещение корпуса в противоположном направлении со сменой опорной ноги. Это все возможно только в одном случае, когда ваши голеностопы хорошо развиты. Если голеностопы не развиты, то ни одного обманного движения вы не сделаете. Рывок также будет вам не подвластен, как и резкая смена направления бега. Без этого играть в футбол невозможно. Именно поэтому я и говорю о том, что футболист – это хорошо развитые голеностопы. Как нужно развивать голеностопные суставы? Есть огромная масса упражнений, которые вы можете найти в интернете. Я уже не говорю о том, что ваш тренер с радостью обеспечит вас целым пакетом таких упражнений. Но кроме этого всего, огромную пользу принесет вам хождение на разных частях стопы. В квартире. Да-да, когда, казалось бы, вы уже далеки от тренировочного процесса, тренировка на самом деле продолжается. Ходите по квартире на носочках, на пятках, на внешнем и на внутреннем ребре стопы. Превратите это в привычку. А если к этому еще добавите хождение по квартире с мячом, то вы будете футболистом с загадкой для многих специалистов и журналистов. Любые обманные движения, любые рывки будут вам по плечу. Это я вам гарантирую. Вывод. Превратите голеностоп в руку или работайте голеностопом как клюшкой. Тридцать третий совет. Применяйте упражнения на терпение. Вспомним матч Россия-Голландия. Ведь именно тогда мы перетерпели голландцев. Все думали, зачем хидинг давал свои знаменитые упражнения, когда люди в статическом положении стояли на время и терпели. Они терпели, укрепляя пресс, ноги, спину и прочее. Воспитывая в себе терпение, вы сможете в игре добежать до нужной точки поля, подставить ногу или забить тот самый решающий гол. Вы сможете делать все, когда уже казалось бы нет сил. Сможете из последних сил вернуться в оборону. Упражнения на терпение обязаны делать все люди, совсем не обязательно футболисты. Это будет их заставлять терпеть боль, унижение, оскорбление, усталость, спады. Для спортсмена это сверх важно, так как сейчас очень много тех, кто не готов терпеть тяжкий труд, когда надо пахать как проклятому. Многие оправдывают себя и говорят «Все, завтра начну». А это первый признак того, что терпеть никто не готов. Дам вам совет. Постоянно фиксируйте свои результаты, которые будете показывать. Вы будете видеть, прибавляете или стоите на месте. Старайтесь сосредоточиться во время самого упражнения на своем теле и внутреннем голосе, который постоянно будет вам говорить «Все, хватит, падай» или что-то в этом духе. Например, «Довольно, завтра дозанимаешься». Старайтесь держаться до последнего, так вы сможете постоянно поддерживать волю к победе и самосовершенствованию. Вывод. Терпение и труд – все перетрут. Известная поговорка. У меня все, господа.